Приветствую вас! Ну, совершенно очевидно, что ищете вы позитивных подкреплений. Это совершенно очевидно. Ищете вы позитивных подкреплений, ищете вы чего-то такого, что как-то дало бы вам желаемое, ищете вы что-то, что вам необходимо, ищете вы свои собственные подкреплений. Вот. Хочется вам, соответственно, ну, тоже, наверное, чего-то, чего-то такого, да? То есть, ваши желания, это вот ваши желания, они вот такие. Совершенно очевидно, что такая вот своего рода погоня за потребностями, она, в общем-то, вполне нормальна. Она, в общем-то, вполне адекватна, она, в общем-то, вполне объективна, эта погоня, вот. И то, что вам хочется, это нормально. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Откуда появился такой вот папер? Такой триггер? Откуда он появился? Какова его природа? То есть, у вас, по вашему мнению, есть только один способ получить, реализацию своих желаний, это если вы будете подвергать себе опасности. И здесь момент такой, что либо вы считаете, что достойны опасности вообще в целом. Ну, то есть, что вот просто в целом вы достойны опасности. Такое вполне себе может быть. Вот. Либо, 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 либо вы просто-напросто получали для себя какие-то положительные подкрепления, только тогда, когда были в опасности. То есть, только тогда, когда, вот, подвергали себе риску. Вот. Это первый момент. Это первый, это первый момент. А, момент второй. Момент второй. Момент второй. А, тут, тут ситуация такая, да. А, насколько вы качественно, грамотно, грамотно, правильно, эффективно реализуете свои желания. То есть, насколько у вас, вот, эффективно получается это делать. Насколько вы, а, успешно может быть в этом. Ну, вот, в том, что прям... а, значит, достигать и получать то, что вам нужно, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это те самые вопросы, на которые вам нужно посмотреть ответы, на мой взгляд, на мой взгляд, ещё раз повторяю, именно на мой взгляд, именно на мой взгляд, я повторяю, да, чтобы вы правильно поняли меня. Вот, это такой аспект, такой аспект. Дальше, дальше. Насколько полноценной является ваша жизнь с точки зрения, ну, знаете, её удовлетворённости с точки зрения её, может быть, какой-то полноты, может быть, ещё с какой-то точки зрения, да, то есть, вот, здесь, конечно, тоже нужно как следует подумать, подумать, подумать. Здесь нужно как следует подумать, подумать, тоже и поанализировать, вот, потому что всё-таки это важно. Болтапочно. Вот. Ну, то есть, важно именно понять, чего вам, собственно, не хватает, да, в чём вы нуждаетесь. Вот. И тогда уже будет, значит, более понятно, что происходит. Следующий аспект. Следующий аспект. Следующий аспект касается того, что у вас именно, конкретно, за желание. Что они из себя представляют, эти самые желания. Вы не чувствуете себя значимой, быть может. Вы не чувствуете себя сколько-нибудь ценной, например. Ну, может быть. Или есть ещё какие-то другие аспекты, которые здесь вами не называются. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, этот момент также нуждается в освещении, также нуждается в проработке. И что конкретно вас беспокоит? Что конкретно вас беспокоит? Это тоже очень важный пункт. Что конкретно, по факту, вас беспокоит? Понимаете? Понимаете? Это важно. Потому что, вот у вас есть желания, да? Ну, какие-то. И эти желания, судя по тому, что я понял, судя по тому, что я увидел, да, эти желания не реализуются. То есть, очень может быть, что вы запрещаете своим желанием реализовываться напрямую. Напрямую вы себе это запрещаете напрямую делать. Вот. Ну и здесь, конечно, нужно выяснять причину. Если я запрещаю, да, то почему я запрещаю, кто мне запрещает, вот, и так далее. Это вот необходимо обязательно прояснить также, чтобы ситуация, вот, в которой вы оказались, да, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть, вполне может быть, вполне может быть, я вот, опять же, не знаю, конечно, да, опять же, я опять же не знаю, вот. Но вполне может быть такая история, что вы просто-напросто не позволяли себе делать то, что вам вот хотел, ну и до сих пор не позволяете. И вот беспокойство ваше, которое вы выражаете, да, беспокойство ваше, оно как раз таки и связано, может быть, с этими самыми запретами, вот. Которые вы себе сами, ну я не знаю, либо поставили, либо вам внушили эти запреты. И в данном случае нет ничего удивительного в том, что вы испытываете такой вот, значит, ну такие противоречивые чувства, что с одной стороны вам хотелось бы, вот, а с другой стороны вы сами как бы себе запрещаете это всё, вот. Так что, тут самое главное не спешить, вот, тут самое главное не торопиться, вот. И спокойненько совсем разобраться, спокойненько совсем разобраться, вот. Значит, я бы ещё вот на самом деле обратил внимание на одну вещь, да. Вот вы говорите, что вам двадцать, вам двадцать три года, да, вот. И у вас вот есть такие желания. А когда они появились впервые? Когда они впервые появились? Желания ваши? Когда вы о них, когда вы впервые почувствовали их? Вот. Быть может, именно это дало бы подсказку по поводу того, чего вы хотите, что вам нужно и кому вы что пытаетесь доказать. Кстати, может быть, вы всё это делаете именно для, именно для того, чтобы доказать кому-то что-то. Вот. Ну, например, да, например, доказать, допустим, допустим, своим родным что-то, своему родителю, допустим, вот. Вы можете пытаться, пытаться что-то доказать, понимаете, какая история. Вот. Вот. Поэтому вот это тоже такой аспект ситуации, который нуждается в изучении, да, или можно сказать, в исследовании, в исследовании, да, потому что это важно. Вот. И тогда уже будет, в общем-то, более понятно, что делать. Кстати, что примечательно, вы свой, значит, вы свой вопрос, да, именно вопрос, вы вопрос не задали. То есть, вы не спросили, собственно, ну, не спрашиваете, что делать. То есть, никакого вопроса нет, никакого вопроса нет, да, у вас. Вот. Вот. Просто, вот, есть ситуация, как бы, просто, и всё. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вам также и на вот эту тему подумать. Вот. Вот. От чего вы хотели бы от, собственно, психологов? Чтобы мы, чтобы мы что сделали для вас? Чтобы мы как вам помогли. Понимаете? Вот. Одно я знаю наверняка. Это то, что ваши желания, какими бы они ни были, достойны того, чтобы их реализовывать. То есть, грубо говоря, ваши желания нужно реализовывать. То есть, не нужно от них отказываться, не нужно их бояться. Да? Вот. Их нужно реализовывать. Только через реализацию, только через, значит, удовлетворение вы можете прийти по сути дел к тому, что вот то, что вы делаете сейчас, вам просто-напросто, ну, будет, например, не нужно. Вот. Я думаю, что, я думаю, что примерно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете нам. Вот. Не пугайтесь пока, что ничего страшного не произошло. Это хорошо, здорово, что ничего страшного не произошло с вами. Вот. Вот. Но, в целом, я понимаю в целом ваши переживания и понимаю, что вы можете оказаться, в общем-то, в нехорошей для себя ситуации. И чтобы этого не было, вот, я рекомендую вам обратиться к специалистам, да, то есть, ну, все-таки выбрать себе психолога, да, и более подробно уже с психологом поработать на тему вот. Того, что вас беспокоит. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам, я надеюсь, что хоть что-нибудь мы с вами прояснили. Вот. Я надеюсь, что свои желания подавлять вы не будете, потому что за этим никогда ничего хорошего не стоит. Я надеюсь, что вы будете искать новые способы реализации своих потребностей, какими бы они ни были. Вот. Даже если на первый взгляд вам кажется, что они плохие, что они не достойны того, чтобы быть, они не достойны того, чтобы наличествовать, но тем не менее. Вот. И такое понятие, как рэкетные чувства, вот, я рекомендую вам ознакомиться с этим, вот, потому что, ну, не то, чтобы это прямо про вас, не то, чтобы это прямо про вас, но я думаю, что будет не лишним. Не лишним. Вот. Почитайте, как, в общем, и далее решите для себя, что вы хотите все-таки, да, то есть, готовы ли вы делать что-то для того, чтобы, ну, чтобы ситуация менялась, вот. Если готовы, хорошо, а, значит, что именно готовы делать, и вот, тут вот, собственно говоря, уже мы вам и помоем. Вот. Самое главное, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все решаемо, беспокоиться ни о чем не стоит. Вот. Единственное что, что, ну, не нужно затягивать, вот, потому что вы можете попасть в неприятную для себя историю. Вот. Этого, я думаю, что, я думаю, что это не нужно ни вам, ни нам. Вот. Поэтому давайте все-таки будем беречь себя, бережно относиться к себе, но в то же время и не забывать о реализации своих желаний. Вот. Ибо это все-таки важно. Да? Вот. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если вы сделаете его лучшим, вот, если вопросы какие-то остались, пишите, буду рад помочь вам. Значит, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации.